Салем всем зрителям телеканала Спорт Плюс Казахстан, с вами я Андрей Неклюдов. У нас в гостях один из сильнейших казахстанских бойцов ММА в полутяжелом весе. Он отправил в нокаут победителя Гран-при Лиги ПФЛ. Ронял на канвас чемпиона Лиги Файтнайтс и экс-бойца UFC. Остальных соперников бил жесткий и половину отправил в нокаут. Приветствую Асалжан Бахаджан Улы. Приветствую, Андрей. Асалжан, начну с того, что ты пришел в ММА практически уже в таком зрелом возрасте. У тебя не было любительского бэкграунда. Ты пришел, по сути, заниматься для себя, правильно? Топовая работа. Но в моменте решил кардинально исправить свою жизнь и отправился бить соперников, выясняя, кто сильнее. Выбрал путь профессионального бойца. Да. Расскажи об этом. Как так все поменялось? В какой момент ты понял, что надо что-то менять? Ну, спортом. Я познакомился очень рано, в 4 года. Как говорил, отец меня отправил на секцию по тейквондо. У нас, получается, во дворе все ребятишки. Там рядом школа была, это было в Война Млаке. Была секция по тейквондо. И вот все соседские ребята, все что-то куда-то собрались, все вместе с родителями поехали. И я тоже, я даже не понял, куда они все, вся толпа, получается, едет. Я тоже с ними, мне интересно. Я думаю, может, что-нибудь интересное будет. Приезжаем, а там секция по тейквондо. И, в общем, все записываемся. Там человек, не соврать, человек 15 у нас, мальчишек. Провели тренировку, посмотрели. Потом я домой прихожу, говорю, отцу, давайте запишите меня. Вот мы все со стаунтеским дворовым. Ты пошел, потому что все пошли. Да, я даже не знал, что есть такие единоборства или что. Ну, на тот момент, может, смотрел фильмы Жан-Клота Ландамма и так далее. Что есть такие секции, тейквондо, бухс. Вот тогда вот познакомился, в принципе, со спортом. И с того момента, получается, всю мою жизнь, спорт, он всегда присутствовал. Но это был любительский спорт. Да, это я всегда занимался для себя, для здоровья, чтобы где-то постоять за себя. Но у меня никогда не было именно такой цели, чтобы профессионально пойти, заниматься спортом, чтобы достичь каких-то высоких результатов. А, Сулжан, подожди, а тейквондо потом, что еще было? Ну, вот я практически с четырех лет до седьмого класса я занимался в тейквондо. В школе дрался? Нет, я не скажу, что я такой драчум был. Я всегда спокойно был. Никогда никому ничего не хотел доказать в плане физической силы. Ну, были ребята, вот такие задиры. Обычно это вот такие вот мелкие такие, бывает же, задирались. Но я всегда старался бесконфликтно решить. Но если уже где-то вот у меня была своя какая-то вот черта, вот если за нее уже заступают, то я там уже без тормозов был. Тогда бил сильно. Вот, но довести меня было тяжело. Всегда спокойно. Ну, вот с того момента я занимаюсь спортом, занимался спортом. До седьмого класса, вот уже, видимо, переходной возраст. У меня где-то, я помню, у меня очень быстро, вот резко прям в росте начал расти, вес начал расти. И Taekwondo мне вот уже, я чувствовал, что мне уже тяжело. Ну, так как там уже такие качества, как легкость, взрывы, вот эти вот должны быть. Я чувствую, что уже я тяжеловат для этого. Не моя весовая тема. Уже потихонечку перешел на тот момент, вот как раз седьмой класс у нас мейнстрим, такой хип-хоп-звезда. Вот сейчас вот недавно у нас был 50 Cent. Да-да-да, это было бомба. Я помню тогда, я первый раз клип посмотрел, увидел его. И он такой же атлетичный всегда, вот раскачанный такой. Я такой смотрю на него. И загорел. Что-то такое, как так возможно такое что-то. И записался в тренажерный зал. Ну, с того момента, получается, я в тренажерный зал ходил, где-то плавал. Где-то на бокс пошел, в какой-то момент увлекся дзюдо. Лет 5-6 по дзюдо занимался, боролся. Ну, то же самое, таких вот больших у меня какие-то вот прям целей не было. Я для себя каждый день ходил, мне это нравилось. Ну, соревнования, вот такой темы не было. Нет, нет, на соревнованиях. Я каждый день для себя занимался где-то, может, два раза уже постарше был в студенческие годы. Будучи студентом уже где-то два раза в день занимался. Ну, мне просто вот я кайфовал от этого. Родители, они всегда мне с детства отвердили. Учеба, учеба, учеба. И бабушка, дедушка. А учился хорошо? Учился хорошо. Троек не было, четверок мало. Ну, в основном я до 7-8 класса отличником был. Там уже где-то, может, слабину дал. В старших классах. Да. А так, в целом, учился хорошо. И у меня в приоритете была всегда учеба. Ну, и, видимо, с детства мне закладывали. Спорт – это не главное. Ты все равно спортсменом не будешь. Профессионально. Да, профессионально. Ну, так как, я думаю, родители тоже от профессионального спорта очень далеки. Ну, занимались в свое время, но профессиональных спортсменов у нас в семье не было. А кто родители вообще? Мама у меня бухгалтер. Ну, финдир где-то, бухгалтер. Финансист. Да, финансист. Отец, он больше архитектура. Строительная тема. А тебя хотели видеть где? Да, если честно, такой вот прям ясной цели не было. У меня, я, в принципе, и в бухгалтерии по математике нормально не было. И такие артистические моменты, именно лингвистика тоже неплохо шла. Но себя так, такого же тут не мог найти, если честно. Закончил 11 класс, вот даже я был момент, не знал, куда поступить. Что я люблю по жизни. Хотя с детства, вот, у меня всегда вот внутри, в душе вот сидел спорт. Почему бы и нет? Вот я люблю спорт. Это где-то тебя вело все равно судьба. Да, родители у меня бывали, даже отец, когда где-то по учебе, да, слабину дашь, где-то там в школе какие-то жалобы, что-то он там расслабился, у учителя бывает. Отец говорит, так, спорт. В сторону? В сторону, за учебу берись. Потому что спорт это... Тренировки под запретом. Да, и поэтому это была такая мотивация для меня. Я старался учиться хорошо. А куда потом, в конце концов, поступил? На кого поступил? Я в нархоз поступил. Учет яудит. В нархозе учился. Ну, вообще, когда учился, ощущения были, что вот пойду, это мое, нравится? Да, если честно, я тогда в голове, наверное, ветер, я вообще не думал ни о чем. Студенческие годы. Мне лишь бы поступить. Ну, ЕНТЭХ все хорошо сдал, высокие баллы взял. Ходил там, на тот момент, мап открылся только, ну, в мап поступить. Потом сказали, да что ты в нархоз поступает? В мап только открылся, доверие им нет, а нархоз уже история. Проверен. Я такой, ну, нархоз так нархоз пошел, документы сдал. И там четыре года отучился. Ну, с детства, видимо, вот, все-таки закладывали меня, что вот спорт это не твое, спорт это не главное. И поэтому вот в голове, наверное, вот, как сказать, вот, какая-то вот стена, наверное, стала, что вот я сам себе даже вот не мог вот даже позволить такую мысль, да, что... Родительский наказ. Да, мысль, да, только допустить, что я сейчас все уброшу и по спорту пойду. Ну, слава богу, где-то может уже, может, чтение книг, просмотры там разных, вот, на тот момент, да, мотивационных, там, мотивационные книги, программы и, так скажем, программы про великих спортсменов, да, читал. Да, вот, читал, смотрел в тренировке, увлекался и все-таки в какой-то момент, короче, решил. Тяготел, тяготел. Да. Пошел учиться в Нархоз и там уже начал ходить или нет, уже после, на работе, когда уже работал? Нет, я в Нархозе отучился, потом поступил на магистратуру, в магистратуре учился, начал работать в бухгалтерии. И уже работая в бухгалтерии, уже начал понимать, что это что-то не мое, потому что я уже от жизни уже кайфа не начал, начал не получать. То есть, ну, я с понедельника по пятницу работал, ждал этих выходных, субботы, воскресенья. Субботы, воскресенья пролетали, в понедельник просыпался такой, вставший, с таким нежеланием идти на работу. И я в какой-то момент просто уже, у меня такой, наверное, ну, все уже, лимит, наверное, какой-то был. Я уже просто позвонил, сказал, все, баста, я заканчиваю карьеру в бухгалтерии. Пошел к Алмазу Ализакова, ты первому тренеру, но тоже в планах выступать или уже были такие мысли, что будешь драться? Нет, я когда к Алмазу пришел, у меня, Ализакову Алмазу пришел, у меня уже тогда была цель именно выступить. Но я думаю, и поэтому, и он тоже тренер, как тренер, увидел во мне вот этот огонь, желание. Ну, и все же, вот, наверное, с первым боем, ну, первый бой все-таки вот проверка такая, всегда спортсмена проверяет. Тренер смотрит, как на характере сможет его эта тема, не его. Бывает некоторые вот с таким желанием приходят, вот сейчас вот на молодежь смотришь, насмотрятся вот этих красивых картинок, боев, нарезок, мотивация выше крыши приходит. Не то, что там соревнования, они тренировки не могут выдержать, вот. А думают, это все так легко, вот вышел, 15 минут подрался. А нас рассказывал. Сейчас к боям мы еще перейдем. Расскажи, а чем увлекаешься, может быть, сейчас, как время свободное проводишь, если оно есть? Может быть, книги читаешь, какие-то популярные сериалы смотришь? Ну, сейчас свободное время стараюсь проводить с сыном, чаще быть с ним. Ты женился у тебя, сын? Да. Ну, слава Аллаху, у меня сейчас, я как, я постоянно рядом с ним, утром тренируюсь, вечером тренируюсь, но вот этот промежуток постоянно с ним, и меня это очень радует, потому что на глазах растется. Ну да, это пропускать нельзя. Да. Вот стараюсь. А вот насчет фильмов, конечно, уже с рождением ребенка, это уже года два-три вот так, чтобы лечь, спокойно посмотреть фильм, это уже давно у меня было. Такого не бывает, да? Да. Занимаешься сыном? Ну, сейчас он растет потихонечку, я вот так на плавание, на футбол, знакомлюсь со спортом. Ну, он шаг? Ну, ему нравится, он сейчас больше плавает, сейчас недавно выполнил кандидата мастера спорта. Сколько лет ему? Ему два года, два и четыре годика, два и четыре, скоро будет два с половиной. Уже плавает так хорошо. Ну, и не скажу, что хорошо, но вот по грудничковому плаванию, вот они сдавали экзамен, вот он получил звание. Молодец, но уже первые победы. Да, потихонечку знакомлюсь со спортом. Солжан, давай теперь к основной же бойцовской теме твоей перейдем. Ты выступал по правилам ММА, по кулачным боям, по кикбоксингу. Расскажи об этом. Столько разнообразия, столько всего, столько фанатов новых обрел. Когда предложили бой по кикбоксингу, на тот момент у меня по ММА ничего, в принципе, таких грандиозных планов не было, боев не было. Поэтому я согласился. Ну, знаете, это чисто так, для своего опыта, развития. Для проверки. Для проверки. Ну, почему бы и нет. Соперник очень хороший кикбоксер. И базовый кикбоксер. И по профессиональному кейвану он на тот момент шесть или семь боев выиграл. И у меня внутри вот заиграл. Почему бы и нет. Почему бы не проверить себя. Вот так и согласился. Ну, уже как для себя мы и с тренером подготовку поменяли. Это уже совсем другая дисциплина. Многие бойцы ММА думают, что это три по три. Ну, что-то такого. Мы по пятнадцати, по двадцать пять минут деремся. Но там совсем другая динамика. И подготовка уже другая. И время другое. Да, время другое. И нужно было чуть вот эти вот моменты скорректировать. Ну, подготовились. И думаю, неплохо. Подрались в целом. Хорошо. Будучи не кикбоксером, в принципе, я думаю, нормально подрались. Согласен. На кулачка. Кулачка – это такой тяжелый вид спорта. Травмоопасный. Еще и соперник у тебя был непростой. Ну, в принципе, как и все твои соперники. Да, вот соперник был очень хороший. Я, если честно, за кулачкой вообще никак не наблюдал. Вообще вот я не знал. Для меня это было какой-то табу. Он действующий чемпион. Да, он действующий чемпион. И, по-моему, до сих пор чемпион. Ну, и всякую рубку грязную и нетехничную. Показать, просто подраться. Поэтому для меня это было как-то, если взять в плане профессионализма, как будто шаг назад вниз куда-то. Но, знаете, когда РСС вышли на меня, предложили соперника и сказали, что он лучший. Вот здесь у меня вот именно… Ёкнуло. Ёкнуло. Да, почему бы и нет. Если попробовать было только с лучшим. Потому что я уже просматривал бои, понял, что он и по боксу выступал профессиональному где-то. Вот неплохой такой соперник, сильный. Вот я к тренеру говорю, давай, я хочу попробовать. Вот. Ну, семье я никому не говорил. Что это? Кулачки. Драться по кулачке. Они это все узнали только это, когда анонс сделали. Вот. И что сказали? Ты что, в рак, что ли? Ты куда? Вот. Ну, было интересно. Это был очень хороший опыт, на самом деле. Там тоже самое, вроде все говорят. Там по две минуты три раунда. Ну, шесть минут, ты что, блин? Ты можешь так как сигареткой пройтись, там покурить, подраться. Там тоже динамика совсем другая. Согласен. И атмосфера совсем другая. Если честно, я первый раунд, помню, наверное, ну, первый раунд, наверное, скорее всего, где-то привыкал только вот к этой атмосфере, к ударам. Там очень неприятные удары. В голову, получается, как будто тебя там, не знаю, битые бьют, что ли. Вот. Ну, на самом деле, там, даже вот один джеб пропустил. Обычный джеб. В МММ, может, я даже не обратил бы на это внимание. А он мне сразу рассек нос. Вот. Дышать было тяжело в ценное время? Нет. Слава богу, тогда перелома ничего не было. Просто вот именно сечка была, вот прям на переносице. Ну, бой хороший был в целом. И потом уже я во втором раунде понял, что, как, к чему, как работать. И уже где-то уже как вышел, уже начал кайфовать. Вот. Хороший опыт. И в плане ментальной составляющей, да. На самом деле, я обычно в день боя вот по ММА, вот утром просыпаюсь, ну, когда после удачной весогонки, хорошее восстановление, такое настроение хорошее, такой легкий спортивный мандраж, именно спортивный, да, вот, когда ты хочешь показать все, на что ты способен. И вот бывает такой мандраж легкий такой. Я помню день, вот, скажем, день боя по кулачке. Мне страшно прям. Прям страх был. Я вот тоже, вот, Илья, вот, тренер, я смеюсь, я говорю, и мне что-то страшное. И именно у меня сейчас не спортивный мандраж, именно вот страшное. Я говорю, я как будто, блин, я не знаю, там, уличная драка какая-то или что. Даже на улице, по-моему, легче. Мне понравится. Вот. А когда на тебя здесь готовится профессиональный, так скажем, боксер, который всю жизнь, кроме бокса, ничем не занимался, ну, в плане спорта, и вот, и ты идешь именно проверить себя в новой дисциплине, вот. Ну, ментально там нужно было себя немного глубже. Я тогда копнул, настроился. Ну, убрал страх или все-таки мандраж был? Нет, мандраж уже во время поединка, уже все как обычно. Вот именно вот перед поединком, когда мы на арену выезжали, у меня вот эти вот чувства были, прям коленки начали. Такого не было. Там надо было именно себя настроить прям. Потому что настроили там и травму, получается, мы в главном бою вечером дрались. И там что-нибудь у всех, либо переломы, либо сечки. Крови много. Да, там приходят, у одного губа разбиты, там вот так вот, блин, там зайчи. Ну, ребята, да, расскажут. У одного там, блин, глаза, там у кого-то переломы или что-то. И это на самом деле немного психологически. Если человек такой нестабильный, слабоватый или что, может сломаться. Вот я вот старался, я помню, не обращаясь. Перед самым выходом, я помню, парень перед нами дрался. Вот нам сейчас выходить, он заходит в раздевавку, ему челюсть сломали. Он ничего не может сказать, ему больно мычит, там что-то пытается объяснить. Я такой, все, не отвлекайся. Настройся, иди на арену. Один прибегает, там у него губа вот такая, где брать, где зашить. Интересно было. Слушай, а что у тебя с Лигой Warriors? Ты, получается, там двух чемпионов, ну, экс-чемпионов Fight Nights досрочно победил, уронил победителя гран-при ПФЛ и был один из главных претендентов на титульный бой. Сейчас какая ситуация? Ну, я с менеджером разговаривал. Стоят. Нет, на UA Warriors нам бои приводил другой менеджер. Вот, я ему говорил, давайте, пусть за титул у меня сделают бой. Но все вроде к этому и шло, потому что он переговоры вел, он сказал, то на этот турнир, то на следующий турнир тебя хотят поставить, поставить, вот-вот. В итоге что-то не поставили. Вот у них там местный, по-моему, боец, чемпион. Ну, как я понял, они, наверное, его не хотели мне давать. Ну, все-таки местная организация, местный боец, местная звезда, он у них комментатором, там что-то работает, короче. Но я думаю, им было бы невыгодно, чтобы я выиграл. Ну, и тебе, в общем, заморозили эту всю тему. Да, и вот заморозилось, все. Ну, и бои не предлагают там. Нет. Ты ушел в РССИ, в РССИ больше гонорара, чем в ИСИ? Ну, у меня, да, в РССИ больше было. Ну, ты по финансовым условиям гораздо приятнее. ИСИА Лига предлагала тебе переподписать контракт, гран-при, может быть. А именно вот гран-при, который сейчас идет, предложение, оказывается, было. Я, это получается, чисто случайно, когда слушал интервью или подкаст, Астамбек Абадаев, вице-президент Лиги ИСИ. Он тогда сказал, что, оказывается, выходил на представителя, ну, на тот момент представителем ИСИ был Даня Аркаскаров. Вот, выходил с предложением, чтобы я, как боец из Казахстана, участвовал в этом гран-при. Но до меня эта информация не дошла. Я не знаю, ну, может, человек, он сейчас занятой, может, где-то, ну, забыл просто, это человеческий фактор. Ну, в общем, до меня эта информация не дошла. Ну, мы сразу вышли на Астамбека через тренера, тренер сразу позвонил у нас, сказал, что мы бы с удовольствием подрались бы в этом гран-при. Ну, до нас просто эта информация не дошла. Ну, как-то так. Было бы, конечно, интересно. Но уже поздно было включаться. Да, уже поздно было. Потом какие-то моменты были тоже. По-моему, предлагали подписать контракт, подраться. Ну, если кто-нибудь слетит через бой, на замену, да, вот. Ну, потом что-то мы на этом прекратили переговоры. этот процесс остановился. поступили предложения от РСС, по-моему, переключились туда и вот что-то на этом заморозилось у нас. Смотри, тебе дали поединок с Сильверстовым, да, Владимиром Сильверстовым. Главный бой вечера. Ты там побеждаешь. РСС видит, ну, в принципе, они уже видели какой-то боец, они, ну, не зря, наверное, на тебя выходили. Смотри, дают поединок с с бойцом UFC Максимом Гришиным. Ты опять на коротком уведомлении, ТВРСС, по сути, ну, полноценный лагерь не проходил ни перед одним боем. Да, можно сказать так. Единственное, по кулачке, по-моему, мне они дали время заранее. Ну, недели три, может, четыре. Единственное, по кулачке я чуть подготовился. Но это как заранее, это тоже не особо заранее всего месяц. А так, в целом, да, можно сказать, на коротком максимуме, да, максимуме где-то недели три, я помню. Ну, тоже сразу решились. Ну, да, ну, там какой момент был, получается, он должен был драться со Штырковым, но у Штыркова до их поединка он должен был провести бой с Минеем по кикбоксингу. Вот, и там была большая вероятность, то, что он травмируется. Иван. да, не выйти на бой в РСС, да, с Максимом. Ну, так и получилось. После боя он получил травму, сказал, не сможет драться, и я, как бы, на замену вышел с Максимом. Какой был план на бой? Расскажи сейчас об этом. С Максимом? С Гришиным, да. план на бой был давить, давить, стараться работать первым номером, потому что когда ему даешь именно работать первым номером и отступаешь, то он начинает навязывать свое. вот, нам нужно было стараться двигаться, поддавливать, поддавливать постоянно, прессинг, прессинг делать, потому что в третьем раунде я уже где-то моментом подустал, я ему уже помню, сам начал где-то отступать, двигаться, но вот. Но тебе и подсказали, что ты бой же выигрываешь. Да, но я и сам чувствовал, что первый, второй раунд я забрал. Два раза в нокдаун его отправил? Да, там уже я уже и сам знал. В первом раунде просто времени не хватило добить. В первом раунде да, по сути, времени не хватило, потому что я чувствовал, что он уже закрылся в глухую оборону. Я думаю, секунд 10 еще было бы, то остановили бы поединок. Вот. В третьем раунде вот у меня тренеры сказали, что ты первые два взял, сейчас спокойненько работай. Ну, я где-то сам не обостряю. Подустал, чуть двигался, вот ему был где-то поработать. Ну, в целом, такой неплохой опыт. А ты в шоке был, когда ему руку подняли? Да. Я, конечно, удивился очень сильно, потому что, когда объявили единогласное решение, когда, если бы они сказали бы там как раздельное решение, я тогда бы еще если честно поднапрекся бы, потому что раздельно, может быть, ему отдали бы, если хотели бы подсунеть. Но, когда они уже сказали единогласное решение, я уже как-то вот внутренне уже понял, а, все, мне отдали. и когда ей сказали, что он выиграл, ну, я тогда на самом деле сильно удивился. Огорчился? Ну, конечно, огорчился. Ну, там, стоять, выяснять отношения, кому-то что-то говорить, что буду доказывать. Ну, дали, дали победу. Потом, просто уже после поединка вот рефери вот этого боя, кто нас реферил, Протасов? Протасов, да. Он подошел к моим тренерам и сказал, подавайте апелляцию, потому что вы выиграли бой, говорит. Ну, и когда вот бой окончился, вот все в октагон выходят, он тогда, по-моему, пожал руку Юриду, моему тренеру по вольной борьбе, вот тогда он пожал и сказал, поздравляю с победой, хороший бой. Ну, на самом деле, тогда все были в шоке, тогда вот даже корреспонденты ко мне подходили после боя разных областных их газет, вот они тоже когда вот объявляли, они думали... Ну, и комментаторы были в шоке. Ну, там все были в шоке, даже президент лиги сказал, я ничего не могу сделать, изменить решение, единственное, подавать апелляцию, ну, мое мнение, что ты выиграл бой. И корреспонденты там, да что сказать, ко мне подходили ребята, которые вот болели за Максима. Они сказали, вот мы реально болели за Максима, ну, ты выиграл в бой. А я изначально не хотел подавать, я думаю, ну, а что подавать, смысл мне кажется. И сами они решение такое сделали, потом еще Инжа подавать апелляцию, я думаю, ну, смысла в этом не видел. Но потом, когда вот главный рефери сказал, что подайте апелляцию, да, подайте апелляцию, бывают моменты, когда вот решение меняют. Ну, тогда у меня такой вот лучик надежды появился. Тренеры апелляцию подали. Решение отменили, пока только в Шердоге, Тополоджи пока стоит поражение, но я думаю, там тоже этот бой науконтест сделают. Ну, в Тополоджи уже сделали науконтест, вот в Шердоге я не знаю, вот Тополоджи мне буквально пару дней назад Саят Абдрахман скинули, сказали, что поменяли, поменял. Ну, отлично. Вообще, если с Гришиным готов второй поединок провести, или для тебя уже это пройденный этап? Да нет, я с Гришиным готов второй поединок. Я думаю, это интересная была бы тема, потому что предыстория есть, вот, но почему-то мне кажется, он не захочет драться. Он уже все понял. А обычно как, профессиональные бойцы такого уровня, они никогда не скажут в камеру, я не буду играться. Они могут загибать с гонорарами, какие-то сверхъестественные условия просить. Все сделаю так, чтобы в принципе этот поединок не состоялся. Найдут причины. Асулжан, хорошая беседа, давай будем заканчивать. В заключении хотел тебя попросить поделиться тем, что хотелось бы сказать, может быть, тренерам, близким, родным, фанатам, болельщикам, молодым бойцам, может быть, Максиму Гришину что-то хотелось сказать. Вот такое, что есть молодым бойцам? Да, В последнее время замечаю, с развитием вот этих социальных сетей. Сейчас разные есть показывают турниры и попы, и ммм. Вот приходят к нам молодые ребята и все бьют в грудь и хотят и говорят, что хотят драться, будем звездами, насмотрятся вот этих красивых картинок. Я им всем всегда говорю, ну ты попробуй вообще не проблема. Ты попробуй. Ну внутренне я всегда вот почему-то на 95% уверен, что его хватит максимум на месяц. Вот обычно до месяца не доходит. Тренировки заканчиваются на этом. Заканчиваются, да. То есть люди не понимают, что это тяжелый труд. Очень тяжелый труд. Люди не видят то, что мы делаем. утром и вечером стабильно тренироваться. Тренировки это ладно, это же правильный сон, питание. Надо очень много времени этому уделить. Нужно отдавать себя этому. Любить это дело. Где-то семью уже не видишь, да. Где-то во многом себя ограничиваешь, особенно когда весогонка. Многие судят, вышел, подрался. Много ума что ли нужно. А здесь очень нужно очень много таких моментов, где нужно профессионально, грамотно подходить. поэтому я хочу сказать, а вот к чему я в социальной сети. Вот ребята сейчас начинают работать сначала с социальными сетями. Там еще боев не провели, но уже в инстаграмах понтов начинают выставлять себя. Я там не чуть ли чемпион UFC. Я говорю, не с того конца начинаешь. Вот это оно само придет. Просто выйди в клетку хотя бы в этот раз. Выйди в клетку, подерись, докажи. Твои бои они должны говорить за тебя. Люди сами скажут за тебя. Не торопись еще боев не провел, а здесь только слов сказал. За слова еще нужно отвечать. Ты же завтра не вывезешь. Я молодым ребятам пытаюсь объяснить. Надо сфокусировать. Раз ты хочешь чего-то добиться, нужно сфокусироваться на тренировках, на дисциплине. Понял, Солжан. Классная получилась беседа. Молодые ребята, я думаю, прислушиваются к твоему совету. На этом будем заканчивать. В гостях студии «Спорт плюс Казахстан» был топовый казахстанский боец полутяжелого веса Аслжан Бахаджан-Улы. Аслжан, тебе спасибо большое за то, что пришел. Я Андрей Неклюдов. Скоро у нас новый гость. Будет много интересного, поэтому будьте с нами.